Приветствую всех! В этом видео мы посмотрим, как построить самую компактную дурафийскую электростанцию, дающую 100 единиц энергии. Состоять она будет из водяного колеса, который использует Exploit с лагонеткой. В данном примере мы хотим подать энергию на механические жернова и также предусмотрим возможность отключить водяное колесо от механизма, на случай, если бы это у нас была, например, ловушка. Выкопаем в стене нишу под водяное колесо и в одной из боковых клеток сделаем траншею вниз, а под центральной клеткой выкопаем просто одну клетку стены. Теперь на центральной клетке нижней нам нужно разместить точку остановки с максимальным сопротивлением направленную в сторону траншеи, то есть в нашем случае вверх. Надо нам на этой точке разместить новый маршрут лагонетки с точкой остановки на физической точке остановки и нам нужна металлическая лагонетка, не занятая. Теперь построим механизм, который будет соединять водяное колесо с жерновами. Колесо лучше крепить на штангу, а не на механизм, потому что при отключении колесо разберется, если рядом с ним стоит механизм. В этом примере поставим механизм чуть в стороне. Нам потребуется также рычаг, который будет все это дело выключать. Устанавливаем водяное колесо в нишу. У нас поставлена точка остановки и лагонетка стоит на ней. Теперь мы лагонетку можем заблокировать, она станет для дворфов недоступна, а ее маршрут удалить, чтобы он просто не занимал места в списке. Теперь нам надо поверх траншеи сделать зону, в которой будут дворфы выливать воду. И чтобы они быстрее ее заполнили, можно поставить несколько зон. На каждую зону три дворфа будут носить воду ведрами. Крыльцо установлено. Теперь нам нужно, чтобы дворфы заполнили нишу водой. И как данный механизм будет работать. Вагонетка наполняется водой, когда она находится в воде и в целом в жидкости. К магме тоже относится. И глубина жидкости шесть клеток вокруг нее. В этот момент, когда глубина достигает шести, вода начинает перетекать в вагонетку. Так как вагонетка стоит на точке остановки, которая выгружает ее содержимое сразу же, в данном случае на пустую клетку сверху. То, как только вагонетка будет заполняться водой, она будет воду из себя выливать. Заполнять вот эту пустую клетку до уровня 7 из 7. После чего, вода из нее будет переливаться обратно в вагонетку. И процесс будет повторяться. Таким образом, здесь образуется движение воды. И водяное колесо его воспринимает как текущую воду. И за счет этого работает. Подключим пока рычаг к механизму, который вносит воду. Сейчас 3-4 здесь заполнено. Когда будет 5-6, механизм запустится. И дворфы перестанут сюда носить воду автоматически. Потому что ее некуда будет выливать. Клетка с траншеи будет постоянно заполнена на 7 из 7. Последнее ведро сейчас должны принести. Мы видим, что запустилось у нас водяное колесо. Снизу видно, что есть небольшое движение воды. Клетка заполнена верхняя на 6-7. Но почти все время на 7. И с водой воду больше не носят. Зоны, в которые воду выливают, можно удалить. Они здесь больше не нужны. И мы видим, что механизм работает. С той энергией у нас производится. 28 потребает вся эта конструкция. Теперь, если мы ее отключим, то у нас останется штанга перед колесом. И весь этот механизм не развалится. На этом все. Спасибо всем за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok